Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как рисовать коленку. Друзья, совсем скоро будет лето, а значит новый летний практикум 4.0. Приглашаю вас провести неделю в команде единомышленников, прокачать свои навыки и с головой окунуться в прекрасную творческую атмосферу, где мы будем вместе с вами творить искусство и чудеса. Все подробности по ссылке в описании или на сайте isvail.ru В обычной жизни, когда рисуется колено, рисуется некий силуэт, и дальше вы сталкиваетесь, будем считать, что это та область колена, которую мы собрались нарисовать. Здесь у нас будет уголь не уходить вниз. Так вот, когда мы рисуем колено, что мы видим? Мы обычно видим какие-то бугорочки здесь, видим бугорочек наверху, видим еще бугорочки с этой стороны, несколько бугорочков здесь и еще некие бугорочки здесь. Потом мы видим некие пятнышки, которые находятся здесь и здесь. И вот этот набор этих пятнышек под кожной структурой является для нас неким адом, заставляющим нас все время страдать. Так вот, чтобы выйти из этой структуры ада, можно пойти двумя путями. Можно изучить анатомию, а можно запомнить простую схему. И простая схема эта выглядит примерно так. Вы представьте себе, что колено – это вот такой цилиндр, и на поверхности этого цилиндра у нас находится вот такой треугольник. Это будет коленной чашечкой. А снизу находится еще один треугольник. Это будет территория большеберцовой кости, она вот тут внизу будет находиться. И вот здесь сбоку есть два кругляшочка. Просто запомните такую простую схему. Поэтому, если вы собираетесь нарисовать коленку, рисуете после того, как нарисовали силуэт, рисуете сразу два вот таких цилиндрика, врисовываете треугольничек, еще один треугольничек и два шарика. Поставили их. Теперь следующее, что делаете. От этой поверхности сразу вовнутрь уводите два вот таких направления, в одну и в другую сторону. Это для того, чтобы показать, что эта территория колена является боковой, и эта тоже является боковой. Это все, что нужно помнить для того, чтобы возникла сразу иллюзия пространства величины. Поэтому, если здесь, например, сразу поштриховать вот так, и поштриховать в эту сторону, и сразу обозначить край треугольничка одного и второго, и обозначить край треугольничка одного и второго, то у нас сразу получается система близкая к тому, что мы объясняли. Да, надо помнить, что не надо так натуралистично отрисовывать треугольнички и шарики, это просто схема, да, поэтому вам придется здесь рисовать гораздо мягче. Так как коленка вся уходит вовнутрь, и теперь, если мы рассмотрим колено сбоку, то будет примерно так. Коленная чашечка, она всегда уходит вовнутрь, и край большеберцовой кости будет начинаться глубже, чем бедренная кость. То есть, она как бы сдвинута туда, вовнутрь. В результате такого действия коленная чашечка всегда, почти всегда, при фронтальном освещении, вид сверху, становится темной, как, собственно говоря, и край большеберцовой кости. Поэтому мы территорию коленной чашечки сразу делаем темной, и территорию передней поверхности большеберцовой кости тоже делаем темной. То есть, вот этот весь краешек у нас становится темненьким, и этот тоже краешек становится темненьким, но это обязательно два треугольничка. Так вот, что это за шарики? Это жировые комочки. Они выходят из-под коленки, это подколенный жир, который находится у нас с вами в внутренней части, и именно он становится светлым. Именно он позволяет нам увидеть вот такие дополнительные два тональных объема, которые сохраняют свет в передней части. Из-за этого мы зачастую и видим коленку как квадратик, находящийся на передней поверхности. Именно он мешает нам видеть два этих треугольничка, которые собирают форму. Также над коленкой очень часто зависает такая специальная пасция, которая пережимает поверхность. И вы увидите такой свисающий объем над коленной структурой. Но в любом случае разгадка кроется именно в этой структуре двух треугольничков. Теперь давайте попробуем это сделать еще раз. Только теперь по поверхности ноги. Итак, мы рисуем силуэт. Раз форма, два форма, три формы. Спускаемся вниз. Раз, два и три. Смотрите, здесь система как бы вхождения одного объема в другой. Это очень важно. Дошли до этого краешка и тут же обозначаем. Раз край треугольничка, закончили его. Два жировых комочка обозначили. И еще раз треугольничек, и два треугольничек закончили. Наградили боковые поверхности штриховкой в одну сторону и штриховкой в другую сторону, чтобы показать, что форма уходит вовнутрь. И теперь снабжаем коленную чашечку штриховкой спереди. Обозначаем чуть активнее ее краешек спереди здесь. И точно так же штриховкой обозначаем поверхность большеберцовой кости, которая уходит вовнутрь, оставляя два жировых комочка. И теперь, уменьшая штрих, конкретизируем край коленной чашечки, край большеберцовой кости, спускающейся вниз. И вы получили те же самые треугольнички с теми же жировыми комочками. Здесь штриховкой можете выйти уже на квадрицепс, подняться вверх и уйти в сторону широкой фасции, которая будет с обратной стороны набираться. Разгибатель и на внутреннюю поверхность большеберцовой кости. То есть вы получаете здесь те же самые треугольнички, та же самая схема. Треугольник, два жировых комочка, силуэт сюда вниз. И обрабатываете, обрабатываете эту форму. Попробуйте повторить ее несколько раз. И в принципе она должна получаться все лучше и лучше и лучше. Я обычно представляю себе горшочек герани, на котором наклеена этикеточка. Две такие этикеточки и треугольно уходящие формы с двумя кружочками. Тогда будет получаться правильная коленка. Я надеюсь, вам понравилось. Увидимся снова.